У нас все тает, тает, тропинки все уже растаяли, и там вон за участком у нас маленькая речушка, такой как рычеек, сейчас я туда дойду, а теперь широка река, глубока река, все разлилось, о какой пруд огроменный стал, вон все разлилось вообще по низу участка, теперь у нас там большое озеро, шумит, там какой-то типа небольшого перепада, как водопадик, вот там, вон он за деревьями, на участке такой шум, как будто у меня не агара, рядом, парковка растаяла моя, тут налить было об угор, все льется, сыровастенько конечно, могло быть и хуже, пока до машины дойдешь будешь весь грязный как свинья, так, в машине живет губка для убой, тут где-то, ну что друзья мои, всем большой привет, вы находитесь на канале сказочная деревня, меня зовут Юля, спасибо вам, за то, что вы смотрите наш канал, блин, даже в тонкой куртке жарко, особенно в машине прям подпекает, что сегодня, суббота сегодня, сегодня суббота, но у тех, кто, так сказать, не привязан к графику работы, работает сам на себя, суббота может быть нифига не выходной, итак, в адрес, новую фишку придумал, у него новая вожжа под хвост попала, теперь он изменил правила упаковки, внес там коррективы, и мне нужно упаковать специи, которые я нафасовала за неделю, но те пакеты, которые я упаковала раньше, теперь не подходят, теперь нужны другие пакеты, я их уже заказала, там даже не то, чтобы пакеты, там пленка, но сейчас покажу, бобины, минимальной толщиной 75 микрометров, как только в адрес вводит какие-нибудь новые правила, он всегда тут же будет их прям какое-то время очень ревностно выполнять, он такой, знаете, как баба, честное слово, он сначала прицепится, выполняет, выполняет, а потом пройдет 3-4 месяца, и уже все хрен забьют, и будет как и было, так всегда бывает, но мне надо сдать поставку, и нужно запаковать, поэтому я заказала, поэтому я еду в СДЭК, мне, ну, она уже приехала на упаковку, мне нужно съездить ее забрать, это первое, второе. Значит, по поводу тех, кто все время спрашивает, Юля, что надето, вот там не надето, я себе платьишко прикупила, заказала себе целую кучку разных платьишков, перемерила, забрала два, вот с желтыми рукавами, которые, и с большой такой молнией, ну, во все платье. Пока еду до Кашира в СДЭК, сейчас нужно уже открыться, сейчас 15 минут, вставлю вот вам сюда, сейчас, кстати, на Вальберисе еще появилась новая возможность, как у покупателя, выкладывать видео. Для меня это гораздо проще, чем фото, поэтому я когда что-то меряю, я себя снимаю вот так, да, и потом в отзывы вставляю эти видео, это проще, это быстрее и это более показательно. Вот это, кстати, хорошая фишка, единственное, что видео не всегда загружаются, приходится иногда, ну, попозже это делать. Короче, вот я наснимала для отзывов, вам тоже вот сюда вставлю про платьишки, а я сама поехала в СДЭК. Рукавы не застегиваются, не сводятся к улице, одна, а вторая нет, очень узкая. Манжета, либо пуговицы перешивать. А платье классное, 58 размер. Блин, очень нравится, ну, в рукавах прям. Блин, очень нравится, ну, в рукавах прям. Блин, очень нравится, ну, в рукавах прям. Я не знаю. Блин, очень нравится, блядь, мягко. И я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Например, закончилось это все каким-нибудь проблемам с двигателями или еще с чем-то. Я бы хотела это все предотвратить. И я же всегда говорю, что нам все дается тогда, когда нам надо. Мы тут поле пока еще не знают, но мы собираемся на море летом в июле на две недели. И я бы хотела на ней, собственно говоря, поехать до моря, потому что столько месяцев она у меня уже дергается, но не ломается. 100% я поеду на море, где-нибудь по дороге, она у меня сломается, как это было в прошлом году. Я, собственно говоря, этого не особо хочу. И так получилось, что буквально пару дней назад я познакомилась с мужчиной на сайте знакомств ВКонтакте. Ну и что-то мы разговаривали, кто чем занимается. Он занимается машинами, продажей, ремонтом. Я не знаю точно, я особо к человеку как бы не лезла. Но, в общем, смысл в том, что он занимается автомобилями, в том числе ремонтом. Делает типа сам, работает на себя. И я сейчас... Ну тут он мне посмотрел, говорит, езди на диагностику. Я ему сейчас написала, говорю, мне диагносты сказали, что это, скорее всего, коробка. Он говорит, быть такого не может. Ну то есть я, как бы, понимаете, как женщина, я просто как сломанный телефон. От одних рукастых мужиков передаю информацию, другим рукастым мужикам что-то где-то вот как-то собираю. Но это самое. Но проблему как бы решить никто не может. Он говорит, не может быть такого, что это коробка. Это прям, говорит, я могу тебе... Мы еще с ним как бы не видим, мы только переписывались пару дней. Я говорю, ну есть у тебя какие-нибудь знакомые, которые вариаторами занимаются, чтобы еще раз продиагностировать хотя бы точно ли это оно. Он говорит, ну я могу тебе все это сделать, у меня типа все есть, но тебе надо ко мне приехать. А ехать мне далеко отсюда, это примерно... Ну мне навигатор показывает 2 часа 10 минут, правда по трассе. По М4 и в сторону области туда. Не на море, конечно, но туда, это Тульская область, Затулы, 60 км. Ну можно доехать по трассе. Короче, я ему сейчас написала, он говорит, ну приезжай, посмотрю. Поехали, посмотрим, что там за мужчинка с сайта знакомств. И что он мне посмотрит с машиной. А что мне еще делать? Какие у меня еще есть варианты? Никаких. Ну вот никаких. Это я... Но мне жизнь всегда дает, вот когда мне надо, она мне всегда какого-нибудь помощника подкидывает. Это я так же отопление у себя делала. Тоже на сайте знакомств познакомилась, мне нужно было делать газовое отопление в этом, ну дома, у себя. А он оказался человек, который занимается этим отоплением. Ну мы как бы просто ничего такого особого не сложилось, такие легкие, дружеские такие, больше отношения, как мы знакомы. Зато мне сделал отопление. Ну за деньги, естественно. Я как бы не на халяву, естественно, за деньги. Ну зато человек рукастами сделал отопление. Может и с машиной так же прокатят, будем надеяться. Короче, товарищи, поехали. Посмотрим. Еду по трассе, потихонечку. Знаете, что хочу сказать? Как бы это сформулировать правильно. Ну, во-первых, закон подлости. Всегда, вот я еду куда-нибудь по своим делам, машина дергается. Особенно в пробках часто. Вот в Москву едешь, до Москвы нормально, в пробке встал и все, и начинается. Можно заглохнуть, стоя где-то на светофоре. Но дело не в этом. А дело в том, что я с этой проблемой, вот сколько месяцев уже бегаю, я достала всех. То есть, и своих мальчишек, которые меня постоянно делают. И каких-то там других просила. Вот вчера я ездила на другую диагностику, еще к другим. Все говорят, что все разное. Но, понимаете, чтобы, как это сказать, нужно потратить время. Чтобы найти причину, нужно потратить время. То есть, это нужно сесть со мной в машину. И, возможно, часа три кататься. То есть, она не постоянно же это делает. Она делает это тогда, когда, блин, вот самые неподходящие моменты. И, естественно, сколько бы раз я не приезжала к любым ремонтникам, как только ты к ним приезжаешь, чтобы делать какую-то диагностику, она ведет себя прекрасно. Прекрасно. Не дернется ничего вообще. Прямо вот, прям вот закон подлости ведется отлично. Вот, Латка. В другую сторону. Может, посмотрим, сколько тут стоит. У нас есть пункт платный, когда в Москву едешь, а это в обратную сторону. Мне кажется, здесь он намного дороже, чем когда-то едешь в Москву. Точно поглядим, почем у нас в области ездить. Какой-то банковский карты. 400 рублей, чтобы здесь проехать. У нас там 300, по-моему, 280, что-то. Ну, еще есть, с учетом того, что сегодня выходят. Ну, так вот, я о чем? Значит, о том, что, как только ты приезжаешь. Вот, к кому бы ты ни приходил, без разницы, вот к разным, да, людям, которые занимаются автомобилями. Всегда мужчины, всегда, обесценивают и унижают работу тех, кто, ну, что-то делал. Например, да, там, не знаю, какие-нибудь элементарные там замены фильтров. Мне один раз, я попала, значит, у нас там такая, ну, гаражная мастерская, не у моих ребят, куда я всегда езжу, а вот просто. У меня было поменять масло в машине, и они мне тоже делали диагностику, сказали, что у меня сломался татчик скорости, который передает эти... который считывает скорость и переключает коробку. Вот это было еще там, не знаю, холодно уже было осенью. Нужно поменять датчик, значит. И вот в итоге, значит, в этом гаражном сервисе мне меняли датчик и масло 4,5 часа. 4,5 часа мне меняли датчик и масло 3 мужика. 3 мужика. Больше я туда, конечно, не поеду. Там больше для каких, знаете, ну, для деревенских, сельских машин, то есть, ну, какие-то иномарки, они там, видимо, ну, не очень разбираются. Ну, с X-Trail мне там делать нечего. Нива, да, можно отогнать. Я потом, когда к своим приехала, они мне, значит, ну, все это тоже рассказало. Началось, да что там делать, да надо было вот здесь открутить. А вот они тебе масло поменяли, а этот, масляный фильтр поменяли, а воздушный что-нибудь поменяли. И каждый раз, когда ты приезжаешь к другому мастеру, ты начинаешь это все выслушивать. От того, что, то, что тебе раньше делал какой-то рукожоп, нахрена ей плохо сделал. И я, да, я знаю, что надо по-хорошему, надо всегда обслуживаться в одном месте. У одного и того же человека вообще желательно. Но не бывает таких универсальных людей. Ну, не бывает универсальных, чтобы прям можно было все от и до, один тоже человек делал. Не бывает. И я больше предпочитаю именно, ну, как сказать, общаться с одним и тем же человеком. А не как это бывает в больших ремонтных... Вот я вчера, например, ездила, у меня менеджер принял машину, а делал это другой человек. А менеджер мне потом сказал, что вот так, то есть через десятые руки. Вот я этого вообще всего не люблю. Я предпочитаю вот напрямую. Вот он делает, вот ты с ним общаешься. Вот так. Ну, не бывает таких универсальных, которые, ну, это же все равно даже мужчины, которые разбираются в машинах. Ну, мы все люди, и где-то мы сильные, где-то наша сторона, где-то наша слабая сторона. И мне вот как человеку, которому нужны, как бы, как это сказать, разные сильные стороны, то, что касается авторемонта, да, чтобы там и по электрике, и по тому, и по всему, и по покраске мне бы вот ним не мешало бы и так далее. А так не бывает, они все разные, там, мастера по электрике это одно, мастера по покраске это другое, диагноз-то это третье. Как врачи, вот то же самое. И одного универсального такого не бывает. Вот. И вот я про то, что каждый раз, я каждый раз приезжаю к кому-нибудь, и мне, а кто вам до этого делал, да, они такие, да, вот они там рассеки, и так далее. У меня Наташка тоже, она в одном месте меняла двигатель, на машине у нее Peugeot, а потом она к моим ребятам приехала, и там тоже что-то надо было поменять. Началось, мои ребята сказали, что ей неправильно установили там чего-то в том сервисе, где ей меняли двигатель, и они переделали. То есть они все друг за другом что-нибудь переделают, и все друг за другом их всегда хаят, всегда хаят. То есть, ну, вот так. Ну, так и живем, а что делать? Ну, по-другому же невозможно. Не бывает же универсального такого одного человека, который раз тебе и все, и все разом сделал. Так не бывает. Поэтому приходится, так сказать, бегать и собирать везде по чуть-чуть. Ну, сейчас приедем, посмотрим. Собственно говоря, погода прекрасная, времени у меня навалом. Поставка на вас были все равно, только на 10 апреля запланированного раньше мест нет. Я красивая, чего бы не съездить, а восьми с машиной чего-нибудь умного мне подсоветуют. Будем надеяться, что это не коробка. Попробуй. Попробуешь, не узнаешь. По-другому так. По трассе еду столько военных грузовиков в обе стороны, и туда, и обратно. Очень много. Как у нас дачников. Очень много. Вот видите, едут военные колонны. У меня, по-моему, ключи, да? Изображение чуть как-то пишет, дергается. Автобусы тоже военные. И в обе стороны колонны двигаются. Туда, сюда, туда, сюда. И переди камер надежда осталась. И перед ними воины. И за ними воины. Воины. И наоборот. И наоборот. Слушайте. Прям интересный такой мужчина. Давно таких не видела. Внешность, знаете, на кого похож? На сатью. Потому что я снимать-то особо не стала. Тоже такой лысый. И они не... А. И туда вообще... А, туда. И нет. Ну так вот. А... А, значит, они мне все посмотрели. Ну, точнее, его Дима зовут. Он позвонил там знакомому какому-то. Они приехали с таким агрегатом. Такая... Так планшет. Такой толстый. Какая-то там у них специальная... В общем, они, короче, все подключили. Все посмотрели. Покатались мы тут. Туда-сюда. Короче. Мне надо менять коробку. Как вам это объяснить? Ну, по человеку видно, разбирается человек или не разбирается. Когда ты о чем-то общаешься, по нему видно. Чайка разбирается однозначно. И у него, ну, скажем так, он занимается этим всем. И есть возможность это сделать не так дорого, как могло бы это быть. Чинить старую коробку будет дороже. Поэтому будем ставить контракт. Контрактная коробка, это... Он будет заказывать не здесь вот у нас там на Авито, а прям заказывать с какого-то там города, где они там... Через что у нас все запчасти идут в живую. Короче, у человека есть возможность сделать. И очень недорого. Ну, прям буквально только за бензин. Такой цены, как... Ну, я у него спросил, сколько я буду должна за все это. То есть они сами эту коробку, которая там весит хреновую тонну, он ее закажет. Нужно будет примерно месяц ждать, пока ее привезут. Ну, пока ее найдут, с ним привезут. Он ее заберет. И мне нужно будет потом приехать в Тулу за один день. Они мне там... Ну, или они. Вроде в один, я не знаю. Короче, буду делать. Ну, это примерно месяц. Машина дергается, гудит и вибрирует. Именно из-за коробки. То есть вчерашние, которые делали мне диагностику, оказались правы. Я уже сказала, да, чтобы починить старую, перебрать, то есть поставить сейдеремкомплект, поставить обратно, будет в два раза дороже, чем сделать... Чем просто поменять на контрактную ноготуку. Что такое контрактная? Это снятое с другой машины. С небольшим пробегом. Тут, понимаете, все вот так, чисто сказать, на доверии. Ну, вот прям на доверии, на доверии. Ну, по-другому никак. А у меня и вариантов-то других нет. У меня мои этим заниматься не будут. То есть они не будут искать, подбирать, доставлять, ждать коробку. Я сама этого сделать не могу, даже на весь килограмм 50, наверное. То есть, ну, это все делается теми людьми, которые этим занимаются. Вот он и занимается. Я же вот говорю, мне всегда в жизни попадаются люди, которые мне вот надо, и они мне всегда попадаются прям удивительно. Приятный мужчина, прям, правда, приятный. Такой и с юмором поговорить интересно. И, ну, как бы видно, что вот он прям вот. Я люблю профессионалов. В любом деле, чем бы человек ни занимался, я обожаю профессионалов своего дела. И вот тут прям по нему видно. Он мне всю машину просмотрел. Из хорошего. Машина у меня в очень хорошем состоянии. Несмотря на то, что она 11-го года. У меня все родное. Ну, кроме каких-то там мелочей. То есть она там ни в каких авариях не была, ни перевернута. Но это мне каждый раз говорят, когда кто-то новый смотрит машину. Ну, из вот таких, кто понимает, что машина в очень хорошем состоянии. Вот. Короче, будем делать. Будем делать коробку, будем заказывать, будем делать. А сейчас я еду, собственно говоря, в сторону дома. Два часа в одну сторону. Но в следующий раз мне придется не сюда ехать, а в Тулу. Что-то, ну, они там этими машинами занимаются. Придется ехать через Тулу. Ну, когда это будет, я вам обязательно покажу. Не вот прям сейчас. В ближайшие месяца-полтора. Так, все, закончили автомобильную тематику. Мне сейчас мои ребята звонили. Запчасти приехали. Надо рулевые наконечники поменять. Крепеж. Ну, откуда газ-то выходит какой-то. Глушака не болтается, биздыкает. И еще что-то. Ну, к ним поеду среди недели. Все, короче, автомобильную тематику закончили. То ролик получится. Про машину, как обычно. Юль, машину поменяла. Я все думала, когда Ниву поменяю на другой автомобиль, закончится эта тематика в роликах. А нихрена, это пожизненно. Я уже привыкла. Я уже привыкла. Так. Вот, слушайте, дышь, вот эта коробка. Мне сегодня позвонила знакомая. И говорит, Юль, не хочешь ли ты завтра сходить... Что-то у меня почему-то телефон вырубается, не знаю почему при съемке. Не хочешь ли ты завтра сходить на съемки передачи... Как он? Он усатый такой, видит какой. Нет, надо слова угадывать. Как она называется? Поле чудес. Я, честно сказать, даже не знала, что ее до сих пор снимают эту передачу. А, оказывается, до сих пор снимают. Антон говорит, у меня есть два билета в зрительный зал. Пропадают. Мы завтра хотели сходить, а там у них не получается. Бесплатно. В Москву придется ехать. Я звоню Наталье Фоминиченко и говорю, Наталья Фоминиченко, не хотите ли вы, так сказать, проветриться, развеяться? Она завтра как раз в выходной говорит, да-да-да. Почему мы завтра пойдем с Наташкой на съемки телепередачи? Если получится, я завтра там что-нибудь втихаря попробую поснимать. Я сомневаюсь, что это можно, поэтому вот обещать не буду. Но если получится, поснимаю хоть что-нибудь втихаря. Я никогда не была на съемках таких всяких разных этих передач. Поэтому мне было бы интересно посмотреть, как это снимается. Ну, я имею в виду, вот такие зрительные залы там и так далее. Вот никогда не была. Сама участвовала в обмен с женами. Вот сама участвовала, знаю, как все это изнутри. А вот как зритель, в зрительном зале никогда. Съездим, посмотрим. Сейчас надо доехать до Ларисона, забрать у нее билеты. И завтра в 7.45 у нас электричка. На электричке поедем, потому что на машине в Москву ехать, это дело, так сказать, непредсказуемое. Можем въедеть на МКАДе встать и до вечера там остаться. Поэтому мы поедем с ней на электроне завтра с утра. Ну, это завтра я вам все подсниму. А пока с билетами я не приеду. Я вот что-то смотрю на все на это дело. И стукните меня в следующий раз чем-нибудь тяжелым, когда я буду жаловаться на свою дорогу. Корный бабай. Что-то я прям бздю здесь ехать. Прям совсем какая-то жижица-жижица. В объезд сейчас тогда попробую. С другой, так сказать, стороны. Нет, этой, господи, начинает стучить по защите камням. Чтобы объехать, так сказать, это все, и подъехать с другой стороны, я надеюсь, что там получше. Надо где-то развернуться. Надо где-то развернуться, блин, а негде, представляете. Ладно, поехали пока по прямой, там погляди, может, там ездить чуть пошире, хоть маленько. Ну, потому что я длинная, я вот тут никак. Сейчас меня куда-нибудь снесет. Так. Вот тут вот вроде пошире. Пошире. И посуше. Тут какие-то камушки вроде бы есть. Попробуем. Так, 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 так. Опа, блин, самое главное, не встрять. Полный привод. Задний ход. Давай, цепляйся, цепляйся. Падла. Давай, 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 давай. Опа. Ура. Так, теперь надо попой в канаву не упасть. Да я прям молодец. Да я прям умничка. И машина моя умничка. Сенечка мой хороший. Везде ты меня возишь. Ох. Поехали в объезд. Ох, не только у меня жижа. Везде жижа. Ну что, пустишь меня? Приехала домой. Заехала по дороге в магазин. Отдем, что мясо пожарит. Смотрите, сколько воды. Черкизовский искалоп купила. Он уже со специями был. Просто неимоверное количество воды в этом искалопе. Даже в чижике и то лучше. Так, ну а это мой тазик. Я себе делаю сразу на пару дней. Здесь фунчоза, морепродукты, морковь, огурец и перец. И вот такой вот соус чим-чим для фунчозы. Заправим, перемешаем. Дадим, получается, настояться. И ужин готов. Мой. Сколько там время-то? О, 7 часов. Ну, можно начинать и работать. Но вчера раньше я вот такие пакеты упаковывала. И все было гуд. А теперь надо вот в такой ПВД рукав упаковывать. Он толще. Туда запихиваем, запаиваем. А, в розетку забыл включить. Деловая. Запихиваем, запаиваем, отрезаем. И так все вот эти коробки, которые стоят, открытые. Дофига делать. Получается вот так. Мне, как продавцу, честно сказать, это нифига неудобно. Что-то какие-то у меня черные глаза. Черные глаза. Круги какие-то под глазами от освещения, что ли. Потому что это намного дольше запаивать, пропаивать каждый. Вот реально это дольше, чем просто сидеть в пакетике, складывать и приклеивать. Но вариантов других нема. Где-то тут моя киношка была. Я все бумажный дом смотрю. Третий сезон. А, четвертый уже сезон пошел. Включаем и вперед. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»